всем привет сегодня я разбираю планировку в огромной квартире 132 квадратных метра в жилом комплексе клевер парк это последние очереди строительства так что вы все еще можете приобрести эту и другие квартиры эту квартиру я буду разбирать с прицелом на большую семью очень часто ко мне обращаются в комментариях в личных беседах с таким запросом иван у нас большая семья что делать помоги выбрать квартиру так вот дорогие друзья эта квартира как раз таки для такой большой семьи мама папа и трое детей например это погодки пацаны ходят в школу и например это старшая сестра которая учится в институте вот такая вот семья давайте посмотрим что можно сделать из той планировки которую я выбрал конкретно для этого портрета потребителя и вполне возможно эта квартира подойдет для вас прежде чем я начну дорогие друзья подписывайтесь на канал можете сразу лайк поставить ну и приготовьтесь писать комментарии которые снизу в описании и поехали для начала давайте посмотрим что нам предлагает клевер парк какую он создал планировку ну а уже затем я расскажу и покажу что я придумал и сделал конкретно для той семьи которую я уже описал попадая в квартиру мы оказываемся в большом холле целых 16 квадратных метров что хорошо здесь есть гардеробная далее здесь сразу же напротив входа мы попадаем в общее жилое пространство которое называется кухня гостиная вот он кухонный гарнитур есть стол диван и телевизор из минусов что могу отметить это то что кухонный гарнитур маленького размера нету острова а для большой семьи это же семейная скрепа дорогие друзья здесь он не наблюдается небольшой стол всего лишь на 4 стульчика но можно конечно 5 подставить но все равно этого недостаточно и стоит он весьма нелепо на мой взгляд потому что к стене столы прижимать нельзя дальше мы видим пустое пространство никак не задействовано это потеря площади диван стоит угловой это хорошо но хотелось бы добавить возможно какое-то креселка было бы неплохо напротив телевизор вот и еще из минусов кухня стоит далеко от окна а так как мы проводим там достаточно много времени там будет все время темно это не очень комфортно хотелось бы посветлее вот в будущем покажу как это можно изменить и исправить идем дальше дальше мы видим что есть две детские комнаты здесь они называются жилые комнаты но в будущем мы из них сделаем детские есть общий санузел он же ванна для детей видимо есть еще одна вместительная гардеробная что очень хорошо кстати говоря из нее же можно постирочную в будущем сделать например чтобы убрать стиральную машину из ванной комнаты далее мы попадаем в мастер спальню в которой есть естественно санузел с душевой есть гардеробная комната это гардеробная комната маленькая в будущем будем ее увеличивать и есть большая комната аж целых двадцать три квадратных метра под спальню и так это то что нам предлагает сделать клевер парк давайте сейчас я вам покажу как бы я изменил эту планировку с целью улучшить сценарий жизни тех будущих владельцев этой квартиры той большой семьи на которую я рассчитываю сделать эту планировку кстати говоря если подумать то вот эта большая семья может иметь следующий портрет папа мама двое детей погодок и например бабушка или дедушка ну в общем какой-то родитель для которого тоже вот надо какой-то уголок здесь предусмотреть вот такой же тоже может быть состав семьи в общем вот таких два портрета семейных я обрисовал сейчас я вам покажу как из этой планировки можно выжить максимум пользы сделать ее максимально удобной комфортной и красивой в будущем естественно все же хотят чтобы было удобно и красиво так вот сейчас я покажу как этого добиться если у вас есть планировка похоже или совершенно другая то знаете вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией я вам сделаю перепланировку и проконсультирую вас и при необходимости где-то мы вместе в что-то подправим что-то подвинем но обычно этого не требуется потому что все варианты я уже продумываю заранее и выдаю вам тот единственно идеально правильный который подходит для портрета вашей конкретной семьи для максимально удобного проживания услуга платная ссылочка в описании переходите и заказывайте эту замечательную полезную услугу ну а я приступаю и показываю вам планировку этой клевер парковской квартиры и так какие изменения здесь случились первое изменение коснулась входной группы я убрал гардероб для того чтобы построить хорошую внятную просторную прихожую вместо гардероба у меня появился шкаф почему такое решение потому что в предыдущей гардеробной глубина этого помещения такова что при расположении шкафа в глубине у нас остается очень узенькое пространство где перемещаться очень неудобно буквально 60 сантиметров остается в такой ширине в таком коридоре двигаться совершенно неудобно поэтому я его убрал и сделал прихожую побольше но шкаф остался точно такой же ширины здесь есть пуфе где удобно присесть можно переодеть обувь там ну и так далее достаточно просторная прихожая где может развернуться вся семья когда придет например с про зимней прогулки и нужно всем одновременно переодеваться отсюда же мы попадаем в общее пространство под названием кухня-гостиная и вот здесь вот следующие изменения претерпелись я сместил кухонный гарнитур и ближе к окну его поставил для того чтобы мы получили больше света когда находимся на кухне добавил остров чтобы было удобнее готовить да и сам кухонный гарнитур получился гораздо большего размера а на место там где раньше стоял кухонный гарнитур я поставил большой стол сейчас он на 6 персон при желании можно этот стол раздвинуть и соответственно звать гостей и устраивать застолье как это было раньше но возможно у кого-то и сейчас так происходит напротив стола есть буфет ну или комод по вашему желанию что захотите поставить самое главное что это будет частью будущей композиции да и более того туда можно положить какие-то полезные предметы и ну или красивые например в буфет можно поставить старый бабушкин сервиз диванная группа тот же самый угловой диван плюс я добавляю кресло и здесь к телевизору еще можно поставить встроенный камин они могут быть электрические они могут быть с парогенератором они могут быть какие угодно в общем это дополнительная такая плюшка когда знаете за окном снег зима вы можете камин включить и это очень красиво уютно и в общем создает настроение и так из кухни-гостиной переходим дальше попадаем в большой коридор коридор слишком большой чтобы оставить его без внимания поэтому я здесь добавляю вот такие вот интересные шкафчики которые в будущем предполагается оформить как-то по-дизайнерски и сделать так чтобы получился некий портал но переход из общей зоны в более приватную там где уже спальни располагаются зачем здесь нужны эти шкафчики для того чтобы хранить в них например обувь сумки шапки ну и прочие полезные вещи коих в большой семье большое количество вот что это за такие удобные штуковины здесь есть дверь налево это детская номер один где у нас располагаются те пацаны погодки школьники но может быть девчонки которые будут делить эту комнату на двоих то есть можно установить двухъярусную кровать можно две кровати рядом комната позволяет это сделать целых 18 квадратных метров с полным комфортом можно разместить здесь двух человек когда дети дождь такие знаете дошкольники или школьники которые еще до подросткового периода вполне себе комфортно их размещать двоим так даже лучше и веселее дальше двери в ванную комнату она же детская она же гостевая то есть когда пришли гости они пользуются этим санузлом ну и собственно говоря эти дети дальше когда мы проходим вглубь квартиры мы попадаем уже в более приватное пространство у нас есть дверь налево дверь направо начну с левой двери эта комната старшей дочери предположительно которая студентка или возможно это не допустим сын студент а может быть как я говорил ранее то есть это бабушка или дедушка которым здесь получилось выделить отдельную квартиру в общем неважно смысл в том что мы даем людям отдельную территорию как бы квартиру в квартире чтобы они могли себя чувствовать уединенные комфортно при этом находясь в рамках так сказать общей семьи и так что у нас здесь есть у нас есть так называемая входная группа разделенная стеллажами отделенные стеллажами здесь есть стол и например если это студентка то это может быть макияжный столик но девчонки любят прихорашиваться поэтому им нужен столик нужно какое-то хранение нужно зеркало это все здесь есть дальше мы проходим за стеллажи стеллажи тоже полезные в них можно хранить какие-то книжки коробочки ну все что угодно дальше у нас большая кровать так называемая полуторка есть два кресла но можно одно оставить это знаете когда пришли гости можно всем устроиться посидеть поболтать чай попить далее балкон он кстати говоря теплый в клевер парке здесь стоит рабочий стол с компьютером кресла то есть получается такой микро личный кабинет ну еще одно здесь интересное пространство мы прямо из этой комнаты не выходя в коридор можем пользоваться своим личным гардеробом представьте насколько это круто для любого там старшеклассника или студента когда он чувствует себя вот таким самостоятельной личностью то есть у него есть свой гардероб далее вход в свою собственную ванной то есть как я и говорил ранее получается что это такая квартира в квартире это очень комфортно для всей семьи между прочим остается пространство родителей так называемая мастер спальня что мы здесь видим у нас есть вход в душевую здесь две раковины сдвоенная душевая потому что она вдоль всей стены и можно душ принимать сразу двоем установить две лейки просто потому что очень большое пространство но если не нравится можно поставить просто в ванная такое корыца в котором можно отмокать ну естественно есть унитаз здесь не совсем по правилам не совсем так как я это обычно рассказываю то есть заходи в комнату заходи на красоту всегда я об этом говорю а здесь напротив хода получилось разместить унитаз но это связано с коммуникациями так ближе тянуть трубу к стояку и так лучше располагаются сдвоенные раковины ничего страшного когда дизайном будет оформляться эта квартира я рекомендую там где раковины делать поярче но поярче это не то что красками сделать ярче а например сделать как-то по фактуристей как-то материалом это все выделить если вы цвет не очень любите какие-то формы интересные и тогда наш взгляд будет туда быстренько переходить то есть сразу же при входе мы будем видеть вот эту вот красоту а если унитаз сделать допустим белый на белой плитке он будет немножко сливаться белые на белом фоне и особо к себе внимание не привлекать это называется управление взглядом поэтому грамотно пользуйтесь этим приемом и будет все очень классно красиво гармонично и по-дизайнерски дальше проходим по коридору и попадаем в гардеробную я ее увеличил это делать просто необходимо потому что у нас сейчас в современных семьях вещей очень много ну как правило вряд ли у кого-то всего лишь две футболки двое трусов и двое носков правильно все равно одежды достаточно много если померить рулетка сейчас дома ваши шкафы то окажется что в среднем у девушек где-то по два метра а то и больше шкафа вот так в ширину и у мужчин где-то тоже около двух метров а то и больше ну у некоторых бывает чуть меньше но в среднем где-то по два метра на каждого здесь как раз такие два шкафа располагаются условно мужской условно женский потому что помимо такой одежды нужно еще постельное белье например где-то хранить давить тоже место нужно под это находить ну и далее из гардеробной мы попадаем уже непосредственно в спальню здесь она вполне комфортного размера помимо кровати здесь есть комод телевизор и есть макияжный столик все самое необходимое напомню что все это находится за одной дверью что позволяет родителям чувствовать себя комфортно сто процентов еще хочу обратить внимание на одну фишечку которую здесь в этой планировке я применил я нашел место под стиральную машину и вообще подход инвентарь под корзину для белья ну и все прочее и тому подобное обычно как застройщик рисует он делает стиральную машину прямо в ванной комнате но вот так повелось что как-то вот у нас сложилось в голове что стиральная машина должна стоять в ванной комнате нет категорически против я такого решения и всегда нахожу возможность найти отдельную зону под постирочную здесь в первоначальной планировке такой возможности нету ну кроме как вот например в эту гардеробную поставить стиралку но я немножечко изменил ситуацию подвинул стенку в этой ванной посмотрите она 6 квадратных метров было вот эту перегородку я сдвинул вглубь на 70 сантиметров и у меня получилось ниша со стороны спальни под стиральную машину под сушильную машину под гладильную доску под уборочный инвентарь ну и все прочее сейчас это не видно закрыто за дверками вот такая вот удобная ниша ванна нисколько при этом не пострадала вот такое вот удобное решение пишите в комментариях как вы вообще считаете должна стиральная машина стоять в ванной или не должна лично я считаю нет не должна еще прошу написать в комментариях если у вас большая семья и как вы сейчас проживаете как бы вы хотели подошла бы такая квартира лично вам или не совсем вы бы сделали как-то немножко по-другому а вообще я могу вам порекомендовать посмотреть сайт ин график он ссылочку в описании я оставлю там вы можете сравнить множество квартир по 20 параметрам они только по цене поэтому пользуйтесь очень удобная портал или ресурс как правильно сейчас называть я не очень знаю короче говоря ин график он ссылка в описании но на этом все всем пока да пребудет с вами муза всем привет сегодня я разбираю планировку большой квартиры в клевер парке и еще и еще раз основные изменения номер нет на основные изменения сейчас напротив стола есть буфет или комод где можно дополнительное хранение устроить или разместить бабушкин сервиз дорог который вам но и и и и и и и